В Петербурге прошел свой День Благодарения. Фестиваль творчества стал завершающим мероприятием юбилейного года работы ГАОРДИ – Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов. Важное событие в жизни людей с особенностями в развитии посвятили Международному Дню Инвалида. Среди 800 гостей, пришедших на фестиваль, была и наша съемочная группа. Праздник, объединивший сотни людей. В День Благодарения в культурном центре Троицкий собрались семьи, в которых воспитываются дети с особенностями в развитии, а также люди, причастные к их судьбе. Волонтеры и социальные работники, представители госструктур и бизнес-сообщества, словом, все, кто 365 дней оказывал поддержку и участвовал в реализации проектов ГАОРДИ. Благотворительность является неотъемлемой частью нашей жизни, потому что без участия неравнодушных людей в жизни наших ребят, мы, конечно, бы, наверное, не смогли помогать им так, как надо. Быть благодарным – это в первую очередь нести самому доброту людям и благодарить Бога о том, что мы родились на этот свет, и быть благодарным всем тем, кто помогает друг другу. Ведь Русь всегда и славилась тем, что мы выживали в самые трудные времена, в самые трудные ситуации, только помогая друг другу. Перед отчетным концертом особенным гостям предоставили целое поле для творчества. Вместе с волонтерами и родителями они старательно создавали свои имени-шедевры и писали письма Деду Морозу, точно зная, если верить, все обязательно сбудется. «Оптимизма, оптимизма больше, нисколько, даже по Библии сказано, что уныние – это самое последнее, что может быть у человека, поэтому оптимизм и великодушными нужно быть, помогать другим, отзывчивыми, в душе, внутри, и, естественно, везде должно быть только благодарение другим. Во-первых, это душевное спокойствие у тебя внутри, и, следовательно, у твоих детей. Будут родители здоровые, все в порядке, в душе у родителей, будут также и детки себя чувствовать». Среди всех успешных проектов ГАОРДИ ключевым стало открытие дома круглосуточного сопровождаемого проживания в ЖК «Новая Охта». Этот уникальный, первый в России проект подарит новую жизнь людям с особенностями в развитии. А значит, чья-то мечта уже начинает сбываться. Инесса Бланкова, Данил Кельдюшевский, Новости ТБН.